Улица Друг бешеные Мы себя едва сдерживаем Значит, надо быть бережней Нам не жить друг без друга Нам не жить друг без друга Нам не жить друг без друга Потрясающее, несравненное исполнение песен великого Муслима Магомаева. У нас в студии сегодня Вячеслав Ольховский, певец-баритон «Город Москва» и Анатолий Зубарев, главный дирижер Ярославского муниципального духового оркестра. Скоро, насколько я понимаю, в Ярославле мы услышим цельный, полновесный концерт, да еще и вместе с Ярославским муниципальным оркестром. Так? Да, мы посчитали своим долгом обязательно подготовить такую совместную программу по двум причинам. Первое, то, что, на мой взгляд, Вячеслав является одним из лучших последователей творчества Муслима Магомаева. В его исполнении прозвучат не только самые популярные песни Муслима, которые используются на определенных праздниках, но практически будет охвачено все творческое наследие Муслима Магомаева. И еще вторая особенность заключается в том, что именно в сопровождении оркестра мы решили сделать эту программу, потому что Муслим Магомаев, это была такая величина, и у него практически не было выступлений без сопровождения оркестра. Все аранжировки, все песни будут сделаны именно в той концепции, в которой они исполнялись Муслимом Магомаевым в те 80-е и 70-е годы. Вот это для нас очень важно. Мы очень скрупулезно относились к подготовке этого материала, и Вячеслав, он как раз является именно тем современным певцом, который очень скрупулезно относится ко всем нюансам, к отражению всего характера тех песен, которые были у Муслима Магомаева. Вячеслав, правильно понимаю, вы исполняете абсолютно весь репертуар Муслима Магомаева. А у вас лично есть любимые его песни? Ну, например, мелодия «Благодарю тебя», «Ноктюр», «Пока я помню, я живу», «Осиняя вечность». В общем-то, я петь начал с этой песни, когда мне было 15 лет, тоже стоял только перед зеркалом, «О море, море». Так что все соседи потом собирались у моего дома. Много песен, много песен. Конечно, влияние Муслима было очень огромным на меня. Но не только на меня, на многих певцов и артистов, потому что это было явление, конечно, в 20 веке. Я же был знаком с ним. Я же, Маргарита, я и ездил учиться в Баку, в музыкальном училище поступил к педагогу, которого Муслим учился в свое время, ну, в разные годы. И причем не так просто было поступить к нему, потому что у него был очень большой класс, где-то человек 15. Но Милованов Александр Акимович, когда он со мной пообщался, он увидел эту любовь и страсть к пению. А для него это было очень важно. Приехал молодой человек из другого города к нему, и невзирая на то, что не было нигде, ну, жить нигде было, готов был там снимать комнату, я не знаю, жить там. Он на это все обратил внимание, и, конечно, он взял меня в класс, вот, и я у него учился в классе Милована Александра Акимовича. И, конечно, многое, и очень часто спрашивал о Муслиме. Был в гостях я у Муслима дома в Баку, вот, представляете, в какое время мы жили, когда можно было просто прийти с улицы вот так вот позвонить. Ну, простые люди были, да, 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 Сергей, вот так вот, я знал, что он в Баку, вот, пришел, знал, где он живет, пришел, значит, к нему в гости, там, позвонил, он меня встретил тепло, мы пили кофе, общались, играли на фортепиано, вот, я попросил его спеть неаполитанскую песню «Одиночество» называется. Вот, он спел, конечно, это была, эта неделя, где я с ним общался, конечно, было самым таким ярким, конечно, в моей жизни. Меняется со временем отношение. Мое отношение. Не ваше отношение зрителей, которые смотрят, как воспринимает публика? Сергей, всегда хорошо, и причем, и молодое поколение. Слава Богу, сейчас, в последнее время, очень часто передают эти песни в исполнении других артистов. Я понимаю, конечно, что и, как бы, привычать нужно, да, наш народ, людей. Ну, музыка живет, пока ее исполняют. Да, да, конечно, Сергей, такие песни, это вечные песни, это красивые мелодии, они были написаны великими композиторами. Когда, Анатолий, нам услышать замечательное выступление? 28 октября, в воскресенье, во Дворце культуры имени Добрынина, в 18 часов, концерт будет полноценный, в двух отделениях, 20, как говорится, самых популярных песен с репертура Муслима Магомаева в одном концерте. Вот это очень важно. Поэтому это очень ответственная работа и в музыкальном плане, с точки зрения содержания, влияния на зрителя, как говорится, чтобы была возможность и улыбнуться на концерте, и погрустить, и вспомнить свое детство, и вспомнить такие базовые какие-то понятия, как память, воспоминания, печаль, грусть, любовь. Вот это все есть в песнях Муслима Магомаева. Я уже выступал несколько раз с этим аркесом замечательным, и для меня это просто огромное счастье. У меня есть свой коллектив, он там, смотрите, 5-6 человек, а здесь большой коллектив, человек 40, да, по-моему, Анатолий? Вот, и когда все это звучит, у меня совсем другое ощущение, правда, у меня, правда, настроение поднимается. Ну и народ, конечно, публика здесь, конечно, замечательная, очень теплая, такая искренняя, открытая, что очень важно для артиста. Счастье для музыкантов, счастье для жителей города. Совсем скоро концерт в честь Муслима Магомаева. Спасибо. Спасибо вам.